А куда нам вообще деваться с детками? На помойку? Так мы и так уже на ней живём. История с душком не даёт покоя жителям Зеленогорска. На улице Кривоносовская расположилась полустихийная свалка, которая никак не устраивает владельцев квартир, находящихся в непосредственной близости от педцентра бедствия. По изначальному плану, площадка помойки была оборудована четырьмя заглублёнными мусорными контейнерами, которые в итоге так и не могут быть использованы по назначению. Купили машину специальную, которая, как оказалось, не проходит под мост. То есть переехать в северную часть Зеленогорска она не может. Поэтому заглублённые контейнеры решили чистить раз в неделю, а то и реже. Контейнеры переполнялись, и им пришлось поставить ещё три больших металлических контейнеров. То есть тем самым площадку контейнер мы увеличили в два раза, загородив тем самым подход ещё к заглублённым контейнерам. Непрезентабельный вид и вечный смрад, усиливающийся при любом дуновении ветра, давно беспокоят жителей окрестных домов. Однако это не единственная причина, почему горожане просят как-то урегулировать образовавшуюся помойку. Из-за постоянной переполненности контейнеров часто мусор складывают прямо на асфальт, где его с удовольствием растаскивают бродячие собаки, кошки и птицы. Всё это затем разносится по всему кварталу, а прямо через дорогу находится детская площадка, где играют дети. «Эта помойка получила название в народе «всехне», потому что люди, приезжающие в окей за покупками, выбрасывают сюда мусор даже с прицепами и едут отовариваться». Как в подтверждении этих слов, выбросить свой мусор подъехало несколько иномарок подряд. Видимо, слава об огромной бесплатной свалке распространилась далеко за пределы Кривоносовской улицы. Борьба за чистоту и порядок ведётся уже больше года. За этот период жителями окрестных домов было составлено множество обращений в различные инстанции и получено не меньше отписок. К сожалению, их мольбы о помощи пока так и не услышаны. «Когда звонишь напрямую, что пухто переполнены, появляется третье пухто. Будут идти переполнены, появится пятое, восьмое, десятое. Всю Кривоносовскую заставят пухто». «Зам главы муниципалитета полностью в курсе этого вопроса. Неоднократно с ним этот вопрос обсуждался. У него было предложение такое – обращаться выше». Одной из причин постоянной переполненности огромных контейнеров является их нерегулируемое наполнение мусором. Этой помойкой пользуются не только жильцы многоквартирных домов, но также владельцы частных коттеджей, которые, по-хорошему, должны были заключить договор на вывоз мусора со своей территорией. Но по понятным причинам этого не сделали. Деньги за это платить нужно. Районная администрация видится такое же решение, как и для похожей ситуации в Белоострове, где пользование мусорной площадкой не было ограничено рамками договора. «Вокруг этой контейнерной площадки ограждение металлическое. Оно выглядит весьма презентабельно и красиво. Получился такой металлический домик. Он покрашен в белый цвет и поэтому не портит окружающую картинку. У всех жителей, которые имеют право пользоваться этой контейнерной площадкой, выданы ключи от нее и, соответственным образом, посторонние люди лишены возможности выбрасывать свой мусор туда. Мы встретимся обязательно и с инициативной группой жителей этих домов и с муниципальной властью и предложим им и рассмотрим возможность поступить вот так». Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова